Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала в студии Дина Володина и прямо сейчас коротко о главных событиях дня. То ли жар, то ли холод. Так как сейчас с 31 на 1 это еще дальние сроки, там погрешность достаточно высокая. Синоптики никак не могут определиться с погодой в новогоднюю ночь. Есть несколько сценариев. Афера на миллиард. В июле месяце эта компания обанкротилась, то есть страница была, а снять деньги было невозможно. На что надеяться жертвам финика? Такой урок они вынесли из слишком рискованного инвестирования. Очереди даже на улицах. Люди стремятся в торговые центры, в магазины, соответственно парковки переполнены. Красноярск парализует автомобильные пробки. Чтобы купить подарок, нужно еще отстоять и на пути к торговому центру. Коронавирус отступает, но не так быстро, как хотелось бы. В крае могут ввести новые ограничения. Глава Роспотребнадзора России Анна Попова допустила введение штрафов за отказ прививаться от коронавируса. Она заявила, как раз сейчас специалисты ведомства изучают зарубежный опыт по данному вопросу. А Дмитрий Песков назвал противников вакцинации опасными дураками. Мой коллега Евгений Черных сегодня разбирался, каковы шансы, что в нашем крае ведут новые санкции и ограничения. Он сейчас в студии, Евгений. Главный вопрос. Если штрафы ведут, сколько придется платить? В зависимости от того, у какой страны подчеркнут опыт наши чиновники. К примеру, в Австрии законопроект пока не приняли. Но предполагается, что отказ от вакцины будет стоить до 7 тысяч евро. В рублях это больше полумиллиона. За такие деньги в Австрии можно купить иномарку Audi A6 2011 года. В Греции гораздо гуманнее. Там в середине января на 100 евро будут штрафовать только пенсионеров. На наши деньги чуть больше 8 тысяч рублей. Другие страны Европы разрабатывают похожие планы по введению штрафов. В России обсуждение вопроса до Госдумы пока не дошло, но настроения в профессиональных сообществах разные. Часть врачей такое решение поддерживают. Так, директор исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург призвал включить вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь прививок. А саму процедуру сделать обязательной. Это кончится, когда 70-75% населения нашей страны за одной из земного шара будут провакцинированы, у которых будут антитела, защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной. И еще, для того, чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «Здравствуйте» и «До свидания». А что говорят противники радикальных мер? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, хоть и назвал тех, кто отказывается от прививок опасными дураками, все же отметил, что уподобляться Австрии и Россия не будет. Цитирую, «Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены». Сенатор и заслуженный врач Владимир Круглый заявил, что в Совете Федерации этот вопрос не обсуждался. Он считает, что нужно действовать только путем убеждения. Однако дополнительные ограничения все же нужны, только они способны повлиять на темпы вакцинации. С чем, кстати, сегодня согласились в одном из красноярских пунктов вакцинации. То, что людей перестали пускать в какие-то организации, требовать QR-коды, подстегнуло же людей, получается. Люди стали приходить, людей стало больше. По соотношению, допустим, если взять два месяца назад, было у нас до 100 человек, сейчас у нас по 300 человек в день проходит. Ну, я думаю, что и штрафы тоже людей напугают немного, и люди будут приходить больше. Однако сами люди, причем те, кто сегодня добровольно пришли в пункты вакцинации, с такой позиции все же не согласны. Многие уверены, введение штрафов вызовет обратный эффект. А каково же мнение официальных лиц Красноярского края? Нужно ли сейчас стимулировать вакцинацию? Нужно, говорят специалисты, но не обязательно такими радикальными способами. Еще в прошлую пятницу число привитых от коронавируса превысило отметку в 1 миллион 200 тысяч человек. Казалось бы, внушительная цифра, однако это всего 55% взрослого населения. Напомню, для победы над вирусом нужно не меньше 80. Темпы вакцинации резко выросли после введения QR-кодов, но сейчас вновь падают. Впрочем, снижается и прирост заболеваемости, а потому пока Роспотребнадзор края считает более актуальными другие действия. В правительство края направлены предложения по дополнительным профилактическим мерам при проведении новогодних мероприятий для детей. Для того, чтобы после новогодних праздников ситуация с заболеваемостью не ухудшалась, во время каникул необходимо строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры. Какие конкретно предложения ведомство направило в правительство, пока не ясно. Думаю, мы узнаем о них в ближайшие дни. На этом у меня все. Дина. Количество заболевших в нашем крае уже несколько дней ниже 700. За последние сутки вирус выявили у 642 человек. Правда, в самом Красноярске снижения нет. Сегодня снова 181 новый пациент. Несмотря на такую статистику, наш регион по-прежнему на четвертом месте в России. Выздоровели за последние сутки 649 человек, на карантине 51 300. Летальность по-прежнему достаточно высокая. 36 человек за последние сутки не справились с болезнью. И к другим темам. В Красноярск за пару дней до Нового года могут прийти лютые морозы. Столбик термометра ночью может показать суровые минус 40. Об этом сообщают метеорологи Яндекс.Погоды. Однако мерзнуть красноярцам придется недолго. Уже в новогоднюю ночь потеплеет до минус 1. Это в свою очередь за счет контраста между дневными и ночными температурами приведет к гололедице. На этом погодные качели не остановятся. В первых числах января температура воздуха снова уйдет в большой минус. Прогнозируется до 20 градусов днем и 30 ночью. Такая погода простоит до Рождества. Кроме того, метеозависимым стоит быть готовым к перепадам атмосферного давления. А вот красноярские синоптики призывают пока не впадать в отчаяние. 10 дней для прогноза погоды очень большой срок. Как минимум два сценария есть. Один как на потепление, другой как на похолодание. По одному сценарию, если потепление, то где-то минус 5-10 возможно в городе. Если по холодному сценарию смотреть, то не выше 20-25 морозов. Так как сейчас ночь с 31 на 1 это еще дальние сроки, там погрешность достаточно высокая. То есть одна модель может одно показать, другая модель другое. Ну а эта неделя совершенно точно будет по-настоящему зимняя. Температура воздуха по сравнению с выходными в несколько раз ниже по прогнозу синоптиков. Самым холодным днем будет вторник. Столбик термометра покажет морозные минус 28 ночью. В светлое время суток потеплеет всего на несколько градусов. Среда погодным разнообразием не порадует. А вот с четверга начнется постепенное потепление. В пятницу днем уже минус 15, в субботу минус 10. Временами на зимнем сибирском небе даже будет солнце. В воскресенье также ожидаются комфортные минус 10. 10 баллов в выходные, 9 утром – это уже привычные показатели на дорожных онлайн-картах. Все длится не первую неделю. И это несмотря на то, что до главного праздника страны больше 10 дней. Откуда берутся пробки и не предвещают ли заторы дорожный апокалипсис, расскажет Денис Козлов. Восстание машин или судные дни для красноярских автомобилистов. Две недели до Нового года, но чувство, будто день до праздника и все не успели закупиться. Даже в выходные пробки доходили до 10 баллов. Утром в будни – 9. Теперь обычное значение. Но машин больше не только виртуально на карте, их больше физически. Гости из ближайших городов неплохо помогают увеличить транспортный поток краевой столицы, говорят в управлении дорог. Увеличился объем машин на дорогах. Возросло количество ДТП в связи с этим. Также люди, ну, праздничное настроение, может, куда-то торопятся. Еще что-то. Не всегда соблюдают правила дорожного движения. Из-за этого тоже возрастает количество аварий. Люди стремятся в торговые центры, в магазины. Соответственно, парковки переполнены. Правда, у дорожных полицейских мнение другое. Сплеска ДТП никакого не фиксируют. Например, с утра их было около 20. По словам представителей ГИБДД, дополнительных экипажей на дороге пока не выводили. Однако всех сотрудников проинструктировали, как можно быстрее разбирать аварии. Чтобы не ждать по несколько часов людей в форме, да и движения не тормозить, полицейские советуют осваивать самообслуживание. Иначе плотность потока в городе не разбавить. Напоминаем горожанам и гостям города о возможности самостоятельного оформления ДТП. То есть это в целом мы освобождаем проезжую часть максимально быстро. Можно оформить сейчас посредством Европротокола, либо самостоятельно дооформить его. В двух пунктах у нас Брянская, 2-я Брянская, дом 59 и 60 лет октября, дом 113. Но борются с заторами при помощи техники. Это единственный выход. Ведь пропускная способность дорог перед новогодними праздниками на пределе. Это и есть главная причина пробок. Здесь в центре мониторинга весь город виден как на ладони. Если где-то вдруг возникают заторы, специалисты оценивают ситуацию и регулируют движение светофоры в ручном режиме. По словам специалистов, заторы начнут рассасываться лишь за пару часов до Нового года, как по мгновению волшебной палочки. И, конечно, город совсем вымрет 1 января. Пока же людям можно пожелать только терпения, да и осталось-то меньше пары недель. Денис Козлов, Валерий Чащин, 7 канал. Муж Ачинской кассирши Денис Григорьев заключен под стражу. Мужчина вслед за супругой отправлен в СИЗО. Его арестовали на срок 1 месяц 21 день до 7 февраля. Такая мера пресечения выбрана на время расследования уголовного дела о хищении. Каким образом Григорьев может быть причастен к совершению преступления, не сообщается. Одна из многочисленных, но пока неофициальных версий, из-за долгов по кредитам он мог заставить жену пойти на преступление. Напомню, Анна Григорьева подозревается в краже 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов и 49 тысяч евро. Общая сумма в перерасчете на рубли 23 миллиона. В начале декабря женщина взяла эти средства из сейфа банка, где работала, а спустя неделю, пару дней вместе с деньгами пропала. Через неделю же, поддавшись уговорам матери, Анна сама явилась в полицию. В солнечном мужчина схватил мальчика за руку и попытался увезти его. Произошло все днем в субботу по адресу 60 лет образования СССР 26А. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок набирал код на домофоне. В это время из подъезда вышел мужчина и потянул его к себе. Мальчику удалось вырваться и убежать в сторону двора. Мужчина же побежал в другую сторону, за дом. Позже его удалось задержать. Им оказался 45-летний житель подъезда. Странный поступок он объяснил не менее странным желанием спасти ребенка от опасности. Ему показалось, что в подъезде была заложена бомба. Красноярец устроил опасное ночное представление в центре города прямо перед светофором. На запрещающий сигнал он не проехал, но и не остановился. Лихач начал кружиться на своем автомобиле «Тойота Альтеза». Выступление сопровождалось выездом навстречу и за стоп-линию, когда на горизонте начали появляться другие машины. Мужчина решил развернуться и покинуть импровизированную сцену. Однако ушел в занос, зацепил пешеходное ограждение и оторвал задний бампер. С правонарушителем провели беседу и составили 4 административных материала за устроенное так называемое шоу. Теперь он может лишиться прав на срок до полугода и 9 тысяч рублей. На такую сумму ему могут выписать штрафов. Свою вину 26-летний Лихач признал. Хотели обогатиться, вложили средства и лишились всего в полицию. До сих пор обращаются жертвы финансовой пирамиды Финика. Таких в нашем крае почти 300 человек. И многие едва сводят концы с концами, чтобы расплатиться по кредитам. Как не стать жертвой таких афер, расскажет Ольга Шелик. Воробушек прискакал и кровой замычал, как крова говорит. Хотели заработать, но вместо этого остались долгами. История семьи Юлии начинается, как и у тысяч пострадавших. В начале года, по примеру, друзей решили вложиться в Финика, рассказывая девушка. Для этого даже взяли миллионы кредит в банке. За 4 месяца членства получили 400 тысяч. Но в июле компания исчезла вместе с деньгами. На семейном совете было решено не платить и дожидаться суда с банком. В семье работает только муж. Юлия в декрете с младшей дочерью. Поэтому платить ежемесячно по 30 тысяч им трудно. С апреля месяца он находится там. В июле месяце эта компания обанкротилась. То есть страница была, а снять деньги было невозможно. Мы не в состоянии выплачивать такую большую сумму, 31 тысяча в месяц. Ну, в общем, юристы посоветовали нам, значит, написали им письмо в банк, уведомили о том, что мы находимся в трудном финансовом положении и не можем выплачивать кредит. Финансовые пирамиды в нашей стране по-прежнему работают. С начала года Центробанк выявил 424 таких аферы. Людей подкупает возможность получить быстро выгоду и без особых усилий, отмечают юристы. А отсутствие элементарной финансовой грамотности злоумышленникам только на руку. Такие клиенты не будут проверять историю компании или задавать лишние вопросы. Советуем, когда вы выбираете способ инвестирования своих, вкладывания накоплений, то изучайте, что за организация, как она работает, сколько на рынке она существует, куда будут направляться эти денежные средства. И просто вложив их, нужно все равно проявлять какой-то интерес. Чем сегодня занимается организация? Может, там уже закрываются филиалы какие-то, может быть, уже деятельность фактически не ведется. Поэтому нужно очень быть аккуратным. Убедиться в чистоте компании можно с помощью Центрального банка. Его специалисты советуют проверять компанию по признакам так называемой финансовой пирамиды. Это, например, отсутствие лицензии, собственных основных средств и какой-либо информации о финансовом положении организации. Также проверить компанию можно на сайте Банка России в специальном перечне. Однако, если деньги уже отданы, то нужно обращаться с заявлением в следственные органы. Сложнее всего признать пострадавшего человека потерпевшим. Для этого нужны доказательства, говорят в полиции. Пирамиды работают без договоров, и зачастую уликой служит только скриншот из личного кабинета. На сегодняшний день в полицию обратились 284 лица о причинении материального ущерба, 269 из которых допрошены в качестве потерпевших. На территории Красноярского края проводятся следственные действия, как правило, в отношении потерпевших, кто пострадал, и в отношении лиц, которые привлекали этих лиц, на которых потерпевшие указывают, которые на сегодняшний день допрашиваются пока в качестве свидетелей. Сейчас потерпевших от действий руководства ФИНИКа ищут по всей стране. Это тысячи человек, а сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, уже превысила 1 миллиард рублей. Ольга Шелик, Эдуард Баглай, 7 канал. Телефонные аферисты украли у жителей Красноярска и всей страны 45 миллиардов рублей. Кибермошенники выманивают деньги у доверчивых граждан, используя в качестве приманки даже новогодние елки. Как обезопасить от преступников свои банковские карточки и мобильный телефон? Подробные инструкции увидите после новостей в программе Станислава Заблодского «Право на защиту». Разговор с заместителем начальника главного следственного управления МВД по краю, напомню еще раз, сразу после нашего выпуска новостей. Общественность против бань. В городе идут активные обсуждения спорного проекта, речь о так называемых термах, которые планируют построить на стрелке. Напомню, в термальный комплекс должны входить оздоровительный центр с общепитом, офисами и подземной парковкой. Все это рядом с памятником Андрею Дубенскому. Депутаты городского совета выступили против того, чтобы около монумента основателю Красноярска был подобный объект. Добавлю, чтобы его возвести, застройщик просит отступить от красных линий первоначального проекта. Местные архитекторы раскритиковали комплекс, а общественники считают, что его надо переделывать. Они собираются направить соответствующее письмо с обращением мэру Сергею Еремину, а также в прокуратуру. Обращение к застройщикам, инвесторам, чтобы они прислушивались к мнению архитектурного сообщества и не настаивали как собственники, не занимали позицию, что земельный участок наш, что хотим, то и строим. Во-первых, повторяю, это центр города, это знаковое место, это место отдыха наших горожан. В Красноярске загорелся терапевтический корпус дворцатой больницы. Там в подвале вспыхнулись стеллажи. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 264 человека, детей среди них не было. В результате пожара никто не пострадал, общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Сейчас пациенты уже на прежних местах их вернули, сразу после того, как ликвидировали огонь и проветрили все помещения. Масштабный сбой на серверах ГИБДД, новая подсветка на правобережье и вакансия испытателя унитазов в Кемерове. Об этом и не только. Расскажем далее в двух словах. КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом на трассе под Лиссосибирском. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и машину с прицепом занесло навстречку. В этот момент там ехал автобус, внутри было семь пассажиров. В итоге четыре человека пострадали. Это оба водителя и двое пассажиров. Остальные с места аварии самостоятельно добрались до Лиссосибирска. Все произошло в трех километрах от города. Нельзя зарегистрировать машину, получить права и узнать о штрафах. На серверах ГИБДД по всей стране произошел масштабный сбой. Причина – коммунальная авария. На выходных оборудование залило водой. Впрочем, в МВД уже отчитались, что все неполадки устранили. На это ушло больше суток. И с сегодняшнего дня все работает в обычном режиме. Световая беседка появилась на набережной возле ТЦ Красноярия. Арт-объект видно даже с левого берега. Мэр города Сергей Еремин сравнил его с северным сиянием. Беседка переливается синим, фиолетовым, желтым и зелеными цветами. Все сопровождается еще и музыкой. На создание арт-объекта ушло полгода, и горожане его уже оценили. В соцсетях многие пишут, что правый берег засиял как никогда раньше. Испытателя унитазов ищут в Кемерове. Вакансию опубликовала местная дизайн-студия. Требования к будущему работнику простые. Опрятный внешний вид и вес не менее 120 килограммов. В обязанности входит проверка унитазов на прочность, а также запись видео с подобных тест-драйвов. В компании рассказали, это самый лучший способ показать клиентам, что сантехника выдерживает серьезные нагрузки. Зарплата не раскрывается, но за пару дней на вакансию откликнулись десятки человек. Уникальный проект. В Хаттанге построили станцию по очистке воды. Это самая северная сила края, и такая техника здесь нужна была давно. Объект возводили два года в составе комплекса насосы, современная система фильтрации, ультрафиолетовые очистители. Чтобы питать все электричеством, установлены дизельная электростанция и две трансформаторные. Следить за процессом будут специально обученные операторы. Теперь местным можно забыть о некачественной воде, которой приходилось пользоваться. Станция сможет фильтровать более 3000 кубометров жидкости в сутки. Остались чисто технические моменты. Это уже мы здесь сегодня, я думаю, что определимся и закроем эти вопросы. Станция в полной боевой, скажем так, готовности. Я думаю, что люди точно почувствуют качество воды, которая будет поступать непосредственно в жилые помещения. Дети своими руками создают новогоднее настроение родителям. В технопарке начались бесплатные мастер-классы для ребят до 18 лет. Там они смогут сделать собственный самолет, резные деревянные игрушки и много чего еще. Сегодня на одном из таких обучений мастерству побывал наш корреспондент Евгений Черных. Они у меня желто-красные, а желтый мой любимый цвет. Видите, написала, подпиши там. Девочки хвастаются своими творениями перед друг другом. Эти самолеты они сделали под чутким руководством педагога из технопарка Твори гора. Одна из них, 13-летняя Елизавета, пришла сюда с целью создать новогоднее настроение для своей семьи. Считает, что лучший подарок сделан своими руками. К тому же она никогда не мастерила самолеты. Я этот самолет подарю папе, положу его под елку. Я думаю, он ощутит детство, как он играл самолетом, если оно у него было. Если бы этот самолет у него был. Вот. И да, мне подняло это настроение. И мне понравилось делать, сам процесс мне понравился. Мы с девочками смеялись, и у нас был хороший преподаватель, который нам все доходчиво объяснял, помогал и шутил. Эти мастер-классы приурочены к Новому году. С 15 декабря по 15 января детей научат создавать разные игрушки и сувениры. Но ребята сегодня делали не только самолеты, но и другие игрушки. Например, такой шагающий Дед Мороз. Сначала лобзиками вырезали основу, сделали в ней отверстие, добавили палочки. После сам Дед Мороз. Также вырезают и раскрашивают. Итог – интерактивная новогодняя игрушка и отличный подарок. Стараемся подарить новогоднее настроение как и детям, так и их родителям. Потому что игрушка, которую мы делали, она вообще такая интересная, оригинальная. И не оставляет равнодушным никого. Она такая, как сказать, интерактивная. Прийти сюда могут все дети от 10 до 18 лет. Это бесплатно, а домой ребята смогут унести отличный новогодний подарок. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 7 канал. Такие сувениры, сделанные своими руками или полученные в подарок, безусловно, создают праздничное настроение. И тем, у кого его до сих пор нет, пора об этом позаботиться. Мы предлагаем вам снять короткие видеоролики, что вы делаете для того, чтобы создать новогоднюю атмосферу для себя или своих близких. Ведь чтобы чудо произошло, нужно его не ждать, а отворить своими руками. Подписывайте открытку другу, отсылайте в другой город, наряжайте необычную елку, лепите семьей снеговика. Все это снимайте на телефоны и присылайте в WhatsApp и Viber 7 канала. Наш номер 8391 29333. Ваши идеи мы соберем в отдельный сюжет и покажем в выпуске новостей 31 декабря. Давайте вместе создавать новогоднее чудо. Красноярский бизнес оценил возможности для роста и развития, которые предоставляют предпринимателям Енисейская Сибирь. В регионе создана современная цифровая платформа, которая позволяет поставщикам и подрядчикам найти друг друга, гарантируя при этом надежность сделки. Подробности в следующем сюжете. 3D-система ТОПКОН, которую внедряет наша компания, уже применяется на нескольких месторождениях в Красноярском крае. Это Новандарский обладительный комбинат Багалюбовского месторождения, это полюс золота. Евгений Гурин, руководитель компании Геостроизыскания Красноярск, рассказывает о новейших разработках, которые они готовы предложить своим заказчикам. Речь идет о современной системе 3D-контроля и нивелировании на строительной технике. Такая трехмерная визуализация поверхности грунта помогает в точности соблюсти проектные параметры, не нарушая границ выемки. Кроме того, при использовании этой технологии повышается безопасность проведения работ. Эта система 3D-моделирования уже используется в Красноярском крае, и многие контракты удалось подписать благодаря новой коммуникационной площадке Енисейской Сибири. Мы высоко оцениваем свое участие в проекте «Кип Енисейская Сибирь». Это позволяет нам, как поставщикам, владеть актуальной информацией по тем инвестпроектам, которые реализуются на территории нашего Красноярского края. Мы, как поставщики, видим, какие инвестпроекты реализуются, владеем планами предприятий о строительстве каких-то объектов, об их инициативах, о внедрении технологических современных решений. Речь идет о реестре поставщиков и подрядчиков Енисейской Сибири, который помогает малому и среднему бизнесу Красноярска развиваться и устанавливать долгосрочные деловые связи с крупными промышленными предприятиями. В плюсе все. С одной стороны, компании-инвесторы могут быть уверены в надежности поставляемого оборудования и качестве выполняемых работ. С другой, представители регионального бизнеса получают выгодные контракты. Это один из наших инструментов, которым мы активно пользуемся, потому как корпорация занимается сопровождением инвестиционных проектов, но мало сопровождать и привлечь инвестиции. Важно еще передать заказы на реализацию этих инвестиционных проектов компаниям малого и среднего бизнеса Красноярского края, Республики Хакаси и Тывы. За 2020-2021 год компаниями из реестра и компаниями-участниками КИП заключено более 270 контрактов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. На сегодня в реестре 380 компаний. Главное его назначение – это подключение к сотрудничеству с крупным промышленным бизнесом местных поставщиков и подрядчиков, работающих у нас в крае, на территории Тывы и Хакаси. Этот реестр – своего рода полезная база данных региональных компаний, попасть в которую можно, аккредитовавшись. Для этого представителям малого и среднего бизнеса нужно заполнить специализированную анкету на сайте корпорации развития Енисейской Сибири. Уже в следующем году вступят в силу существенные изменения в закон об оружии. Штрафы за его нарушения увеличатся и привезти его станет намного сложнее тем, кто имел проблемы с законом, алкоголем или запрещенными веществами. Об этом поговорим сегодня с начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Красноярскому краю Андреем Широбоковым. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Грядут глобальные перемены. Что за... чего нам ждать в 2022 году и что принципиально нового нужно знать? В июне 2021 года вышли изменения, поправки в федеральный закон об оружии, которые имеют отлагательный характер в большей части. И сами поправки начнут действовать с 28 июня 2022 года. Для граждан это действительно очень существенные изменения, которые... Вы правильно задали вопрос об этих изменениях, где людям нужно просто-напросто быть к этому готовы. Наверное, основное, это всех интересующий вопрос, это возраст, с которого можно приобрести это оружие. Оружие можно приобрести, будет со следующего года, после 28 июня, только достигшего возраста 21 года. И то будут действовать ряд ограничений, где владельцу, да, не будет разрешен оружие, так называемое, многозарядное, да, ему будет только разрешено для покупки одноствольное оружие охотничье. И не более того, после двух лет владения этим оружием, дальше он может, конечно, приобрести и уже другие виды, имеется в виду, только гладкоствольного оружия. Существенным еще является то, что из разряда гладкоствольных оружий выведены такие модели оружия со сверловкой ствола, как ланкастер и парадокс. Значит, раньше законодатель допускал отношение этого оружия к гладкоствольным при нарезе ствола не более 140 миллиметров. Сейчас эта поправка упразднена, и к оружиям гладкоствольным относятся только те оружия, которые имеют круглоцилиндрическую форму, то есть внутри они абсолютно гладкие. Нарезное оружие, оно как было, в принципе, так оно и остается. После пяти лет владения гладкоствольным оружием можно его будет приобрести. Ужесточается мир, а с чем это связано? Вот с трагическими событиями в нашей стране, которые прогремели? Это может быть сподвигло законодатель к ужесточению владения оружием, так как не все у нас граждане, которые хотят стать владельцами оружия, отдают себе отчет, что они приобретают. Они в первую очередь, конечно, приобретают оружие. Оружие это источник повышенной опасности, который может при неправильном и небрежном его хранении нанести вред окружающим, либо себе. Поэтому, да, вот эти вот печальные события, которые произошли у нас на территории Российской Федерации, они дали некий, будем говорить, толчок для ужесточения ответственности и, точнее, даже приобретения этого самого оружия. Ответственность само собой, она тоже ужесточена. У нас также вместе с, наряду с Федеральным законом об оружии, который я сказал, 231, да, внесены в 150-й Федеральный закон об оружии и 232-й Федеральный закон у нас уже он принят, он действует. Вот это об изменении, которые были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Там ужесточились наказания за утрату оружия. Утрату оружия ранее, будем говорить, некоторые недобросовестные владельцы пользовались такой уловкой, что время привлечения к административной ответственности составляло 2 месяца. Значит, в настоящее время такой, будем говорить, пробел, он устранен. И теперь, когда гражданин обращается в органы, правоохранительные органы с заявлением об утрате этого оружия, соответственно, срок начинается исчисляться именно с этой даты. Поэтому, вот у нас в Вермаковском районе не так давно был случай, гражданин обратился с утратой двух единиц гладкоствольного оружия и посчитал, что он, конечно, будет освобожден от административной ответственности, так как уже сроки как бы вышли. Вместе с тем на него были составлены административные материалы и направлены в суд для рассмотрения гражданина. Это немножко огорчило, если мягко так сказать, и он обратился с жалобой на действия в отношении сотрудников лицензионно-разрешительной службы, что вот на него незаконно составили эти протоколы. Хотя сотрудники абсолютно поступили правильно. Скажите, пожалуйста, мы говорим про оружие, это все охотничье или для каких-то других нужд люди покупают оружие? Для самообороны имеет право и возможность граждане приобрести себе оружие? Оружие, конечно, ограничено, так называемая категория оружия, это оружие ограниченного поражения, газовое оружие. Значит, его граждане также имеют право приобретать с возраста 21 года. И единственной поправкой здесь раньше было прописано в законодательстве, что они обязаны проходить проверку на предмет безопасного обращения с оружием раз в 5 лет. Теперь в новой форме федерального закона определено, что они, помимо того, что должны проходить эти раз в 5 лет, они обязаны предоставить лицензирующим органам сведения, материалы о прохождении этой проверки. Вот это является существенным для того, чтобы исключить факт, что гражданин нигде не обучался, приходит, приносит, вроде бы, полный весь пакет документа, а на самом деле такое обучение не прошло. Теперь это, будем говорить, исключили. Знаете, я хотела спросить, что-то изменится с точки зрения получения медицинского разрешения на пользование оружием? Да, не так давно вышел у нас приказ Министерства здравоохранения 11.04.Н. У нас на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения состоялось расширенное совещание со всеми главврачами Красноярского края, где этот вопрос рассматривался. Основные нововведения этого приказа говорят о том, что теперь медицинские заключения на право владения оружием должны будут выдаваться в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Исключая, будем говорить, так вот, коммерческие все структуры. Поэтому, значит, этот приказ будет у нас действовать с 1 марта следующего года. Мы с коллегами из Министерства здравоохранения договорились, что мы еще в следующем году встретимся, еще раз этот вопрос обсудим и проговорим нюансы. Справки будут выдаваться в электронном виде, но по просьбе гражданина эта справка будет выдаваться ему в письменном виде на руки. То есть, все, что касается медицинского заключения с марта 2022 года, а в целом изменения в законодательстве? После 28 июня 2022 года. Андрей Игоревич, коротко в завершении хочу спросить, кто однозначно не сможет приобрести оружие? Не сможет приобрести лицензию на оружие лица, имеющие не снятую, не погашенную судимость за умышленное совершение преступления. Дальше. Имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. Лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за статьи по террористической направленности. Затем, лица, которые осуждены были за противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Привлеченные к административной ответственности и меры пресечения которых было избрано, это административный арест. Вот эти лица точно у нас не смогут получить оружие. Здесь необходимо отметить, что изменение федеральных законов имеется в свободном доступе и любой гражданин может с ним ознакомиться. Подробнее все прочее. Да, вот этот порядок, который я озвучил, он, конечно, не является исчерпывающим. Поэтому мы готовы в телефонном режиме ответить на любой вопрос позвонившего. Спасибо большое. Я вас благодарю нашим телезрителям. Я напоминаю, сегодня в гостях у нас был заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Андрей Широбоков. Кристалл. Сдача первого дома уже в конце декабря. Кристалл. Владей мечтой. И теперь информация о погоде на завтра. Во вторник, 21 декабря, в Красноярске облачно. Возможен снег, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 28 градусов, днем до минус 24. К этой минуте у нас все сообщения выпуска. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши Viber и WhatsApp номер 8-391-2900-333. Следите за нами в социальных сетях. Студия для вас работала Дина Володина. Ну а прямо сейчас самая свежая информация о защите от кибермошенников. За год они похитили с банковских карт и телефонов 45 миллиардов рублей. Как сохранить кровно заработанные деньги смотрите в программе «Право на защиту». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова